В индустриальном районном суде выслушала приговор 43-летняя хабаровчанка, которую обвиняют в присвоении крупной суммы денег, принадлежащих фирме, в которой женщина и работала. В оптово-розничную компанию, которая занимается реализацией замороженных продуктов питания, подозреваемая устроилась в сентябре 2019 года на должность руководителя участка продаж. В обязанности женщины входило взаимодействие с контрагентами по реализации товара. Проще говоря, она от лица фирмы заключала договоры поставок и принимала в качестве оплаты за товар деньги. Денежные суммы, указанные в договоре, клиенты перечисляли на банковскую карту женщины. Она же, в свою очередь, должна была вносить их в кассу фирмы. Из боев в этой четко отлаженной схеме вроде бы быть не должно было. Однако недостача в размере 379 тысяч рублей вскрылась уже через несколько месяцев после принятия на работу новой сотрудницы. Деньги до кассы фирмы попросту не дошли. Претензии, разумеется, в первую очередь предъявили покупателям, а именно двум фирмам. Юридические лица, предоставив платежные документы, довольно быстро смогли доказать, что деньги за товар были уплачены в полном объеме. Круг замкнулся на начальнице участка продаж. Как выяснилось чуть позже, две фирмы на банковскую карту женщины перевели 465 тысяч рублей. В кассу своей фирмы же она сдала лишь 86 тысяч. Остальные бесследно исчезли. Женщина была уволена, а по заявлению бывшего работодателя в отношении хабаровчанки было возбуждено уголовное дело. Суд, принимая внимание на наличие смягчающих наказаний обстоятельств и отсутствия отягчающих, пришел к выводу, что исправление подсудимое, а также достижение цели уголовного наказания, возможно, при отбытии наказания в виде лишения свободы, не связанного с изоляцией от общества, с применением статьи 73 УК РФ. В ходе следствия подозреваемая возместила ущерб в сумме 274 рублей. Свою вину она так и не признала. Тем не менее, суд признал обвиняемую виновной и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно. По всей видимости, отправлять женщину в колонию не стали, в частности, из-за наличия несовершеннолетнего сына. С места происшествия Мария Дедова, Мария Склярова и Андрей Алферов.